Ребят, всем привет, доброе утречко, я тут со спорта еду, сейчас домой, завтракать голодно ужасно. Сегодня у нас выходной день, обычный выходной день, праздники закончились. Я, честно говоря, не знаю, как мы будем возвращаться к нормальной жизни, 5 раз в неделю ходить на работу, но в моем случае это 4 раза на работу один день работать из дома, а ребенка 6 раз в неделю отправлять в школу, ой, будет, наверное, тяжело после полутора месяцев праздников практически, выходных и праздников. Вот я, честно, даже не знаю, радоваться тому, что праздники закончились или не радоваться. С одной стороны, конечно, кайфово работать 2 раза в неделю, но с другой стороны, блин, никакого режима, не знаешь, чем себя занять. Точнее, себя-то я всегда смогу занять, вот чем занять ребенка, это отдельная история. В любом случае, праздники закончились, надо как-то возвращаться к нормальной жизни, к нормальному режиму. Займет, конечно, время, думаю, недельки-две придется помучиться, но ничего, справимся. Кстати, уже у нас готовятся к новому празднику, к ханаке, которая будет, если я не ошибаюсь, месяца через два, но уже начали продаваться субганье, вот эти, это пончики такие, которые на ханаке обычно продаются. Классические израильские пончики, они, ну, снаружи тесто, пончик такой кругленький, а внутри повидло, очень вкусные. И сверху еще все это посыпано сахарной пудрой, вкуснотища. Еду за пацанчиком в школу. Сегодня, то есть по пятницам, Ян учится до 11.30. До сих пор нам не организовали никакую, ни подвозку, ничего, то есть приходится и ездить за ребенком, забирать из школы, и отвозить ребенка с утра в школу. И, честно говоря, очень сильно подвозки не хватает. Скорее бы уже сделали нам что-то. Можно? Может быть. Когда в мире вернемся. Надо пообедать, Янчика, потом мороженку. Забрала, покрывала из машины, которая уже давно, наверное, месяца два лежит. Надо постирать. Свороганила себе салатик такой на завтрак-обед, потому что сейчас как бы 12 часов дня, поэтому решайте сами, что это завтрак или обед. После спорта я выпила свой протеинчик. Ну, а вот сейчас салатик. Тут у меня овощная смесь, которую я покупаю уже готовую, порезанную. Тофу пожаренный, помидорки черри, семена кунжута. И также еще в качестве соуса в этот раз я сделала себе, добавила соус торияки и сладкий соус чили. Все это смешаю сейчас, и получится очень вкусненько. Ну что, ребят, у нас сейчас 3 часа дня, и мы едем в гости. У моего дедушки недавно исполнилось 95 лет. Так что мы едем праздновать. Едем к моей доюродной сестре, у нее дома будем праздновать. Едем в город Одешарон. Это город находится рядом с Кварсабой. Центр. Ехать туда 35 километров. Надеюсь, доедем быстро. Надеюсь, пробок не будет. Хотя все может быть. Да, это такое дело не совсем предсказуемое. Сейчас, погнали. Ну что, мы приехали. Я тут так переживала, что тут парковки не будет. А тут, оказывается, рядом с домом огромная вообще общественная парковка. Вообще, мы идем. Суперкласс. Суперкласс. Это ты мой суперкласс, да? Смотрите, тут какие высотные дома. Не мудрено, что здесь сделали общественную парковку рядом. Потому что рядом с домами точно невозможно столько машин припарковать. В общем, да. Хороший райончик. Первый раз мы в этом райончике. Моя доюродная сестра, мы к ней в гости приехали. Переехала сюда недавно. Вот. Сейчас посмотрим. Думаю, хороший вид из окна должен быть. Смотрите, какой шикарный вид тут. Вот это вот кварцало, а это уже оде шарон. А внизу все это клубничные поля. Красота. Помоги. Помощай ручкой. Танцор. Ну все, мы едем домой. Дали мне тут целый прикид еды для Андрея. 7 часов вечера и уже начинает темнеть. Точнее, уже темно в 7 часов вечера. Эта камера еще высветляет очень сильно. Все, начинает у нас рано темнеть. Зимой вообще будет часа в 4 уже начинать темнеть, к сожалению. Ну что, ребят, приехали мы домой уже часов в 9 вечера. Отправила ей Яна спать. И сейчас собираюсь посмотреть вот этот вот фильм. Я не знаю, как он на русском называется. Я вам найду, подпишу. Долго я ждала, пока он выйдет. И вот сегодня он вышел как раз на Нетфликсе. Буду его смотреть. Может быть, Андрей ко мне присоединится. Вот я себе уже тут все подготовила. Диван. Виски тут с ума сходит. В туалет, наверное, хоть сейчас не выйду. Кстати, до сих пор не привезли наш стеллаж. Мы его ждем уже больше недели, мне кажется. И до сих пор вот его нет в наличии. Ждем, ждем. А что делать? Кстати, смотрите, как круто Андрей придумал. Он пылесос поставил под диван. Класс. Теперь у нас пылесос не на видном месте, как был до этого. А под диваном. И, ну, когда надо, его просто включаешь. И он выползает делать свою работу. А подключен вот тут, здесь. Кстати, ребят, мы пока на новый диван постели покрывала. Потому что, ну, займет время отучить виски спать не на диване. Он до сих пор пытается залезть на этот диван. Мы, конечно, его сразу выгоняем. Но, знаете, когда, например, нас нету дома, он пользуется возможностью, скажем так. То есть, когда мы дома, он уже не залазит. А вот когда нас нет дома, сразу вот мы приходим откуда-нибудь. И сразу видно, что виски лежала на диванчике. В общем, пока что мы застилаем покрывало. Это покрывало достаточно старое. Я уже заказала на линовые два покрывала. Красиво. Одно вот такого бежевого цвета. Второе серенького. Одно покрывало пойдет в нашу спальню. Второе сюда. Посмотрим, какой из них. Я еще пока не решила. Получим. И уже будем решать. Но пока что вот стареньким покрывалом покрыли, чтобы не пачкать диван. Кстати, когда мы уходим, мы также покрываем и подушки покрывалом. Потому что, ну, виски у нас и на подушечках любят полежать. Он у нас не хухрый-мухрый песик. Привык к хорошей жизни. Но, кстати, в принципе, к своей кровати он тоже уже привык. И когда мы дома, он здесь лежит, сюда идет. Он уже знает, что это его место. Ну, думаю, что еще немного времени он отучится сидеть на диване. На это очень-очень надеюсь. Потому что диван тряпочный, не кожаный. Я очень не хотела кожаный диван. Это неудобно, это неприятно. У нас до этого был кожаный диван. Ну, и, честно говоря, не особо мне нравилось на нем сидеть, лежать. Я хотела именно тканевый диван, тканевую обивку. И вот это вот мне очень нравится. Видите, какая она фактурная. Вообще, на самом деле, мы с Андреем в восторге от нашего нового зала. Осталось только стеллаж. Только его не хватает. И да, совсем забыла, еще не хватает картины на стене. Картину, наверное, я буду сама рисовать. Надеюсь, по крайней мере, планирую это сделать. Но когда поедем в Нитанию, забирать наш стеллаж, потому что его должны привезти именно в Нитанию. Там есть рядышком очень большой художественный магазин. И я хочу туда заехать, купить большой холст. Вот в наших художественных магазинах, которые рядом с нами находятся, там нет такого размера холста, как мне надо. А мне надо, чтобы ширина была не меньше полутора метров. Потому что зал у нас большой, и маленькую картину вешать не очень хочется. Поэтому хочу купить большой холст и сама попробую нарисовать картину. Знаете, что у меня опыт есть. Иногда у меня, скажем так, вдохновение наплывает раз в несколько лет, и я что-нибудь рисую. Я сто лет назад вам показывала вот эту, например, картину я нарисовала зебру. Еще вот эту тоже я нарисовала. Ну, не могу сказать, что репродукция, это не совсем репродукция. Это такая моя версия картины Гостова Клинта. Древо жизни называется. В общем, да, мне очень хотелось нарисовать что-то подобное. И я это сделала. Ну что, ребят, посмотрели мы с Андреем этот фильм. Очень нам понравился. Прям офигенный фильм. Не буду вам ничего про него рассказывать. Спойлерить не буду, но реально очень понравился фильм. Держит в напряжении. Вот все полтора часа, как он идет. Называется он, кстати, «Виновный». Я так думаю, что он переводится так на русский язык. А на Netflix есть, кстати, тоже на русском языке. Так что если у вас есть Netflix, то сегодня этот фильм вышел. Смотрите, реально классный. В общем, ладно, ребят, на этом я буду с вами прощаться. Вспадки хочется уже. И увидимся в следующем влоге. Пока-пока.